Добрый день, мы из Украины. Сегодняшняя тема видео такие интересные. Сегодня я хочу пообщаться с вами на тему распечатки рамок. Ну, смотрите, в одном из видео я уже показывал, немножко даже критиковал. И, в принципе, оно все того стоит, критики. Здесь самый главный минус от этого ящика – это малый лоток. Многие говорили, что лоток этот меньше, чем у них для котов. Вот, то после той критики Лысонь, это магазин «Ваша пасека», такие думают, ну, чтоб ты подавился, и отправили мне еще один ящик. Сказали, вот, покажи еще вот этот. Этот, может быть, тебе понравится, этот, может быть, будет лучше. И, смотрите, конечно же, он лучше, потому что здесь намного больший объем для забруса. Вот я его ставлю на низ, вот, видите, вот, больший, больший объем для забруса. Вот здесь нержавеющая емкость такая на ножках. И немаловажно, что здесь есть сливной кран. Это очень важно. Сливной кранчик – это очень важно, потому что, вот, я немножко поработал. Сразу хочу сказать, немножечко поработал. А вся фишка заключается в чем? Вот, показываю здесь. Этот не то, что он маленький, это еще полбеды. Можно, как бы, откачивать разные меды, ну, ну, как, нужно приспособиться к нему, конечно. Но после дня отпечатки здесь налаживается такая гора вот этого забруса, и вот та емкость становится полной. Она чуть ли не выливается через вот эту ручку. Таким образом, получается, нам нужно вот это все поставить на сторону, взять вот этот ящик и перелить. В этом случае нам не нужно заниматься такой херней, потому что мы без проблем подошли, открутили, открыли кран, слили мед. Сразу хочу сказать, многие сейчас скажут, что это плохо, хорошо. Вот, смотрите, Пашка продался за рекламу. Хочу сказать одно лишь слово. Ребята, реклама нужна для того, чтобы кто-то что-то видел, так? И получается, что нравится мне, нравится вам, нравится не вам. Если что-то меня интересует, если в действительности это что-то интересное, я буду брать это на и делать определенные обзоры. Вы это посмотрели, вы увидели, я увидел, я понял. И, что самое важное, в этом году у меня уже не получится это сделать. На следующий год я покажу еще один такой лайфхак, как можно будет, ну, в принципе, можно из ящиков что-то такое подобное сделать. Мы на следующий год попробуем и посмотрим, что у нас с этого получится. В этом году мы просто смотрим то, что нам предоставили. Так что, вот эта вещь очень-таки неплохая. Куда она подойдет? Ребята, во-первых, смотрите, оно маленькое. Вот этот ящик, он маленький, мы можем его сохранять где угодно. Например, откачали мед. Помыли. Взяли обычную стрельщ-пленку. Обычную стрельщ-пленку. Замотали его по кругу, выбросили где-то на хранение, на чердак. Поставили в гараж, и он будет себе стоять чистый и красивый. Это хорошо, это супер. Например, если брать тоже какой-то распечатывальный стол, он намного больше и намного неудобнее. Получается, что для небольшой пасеки такой аксессуар будет очень неплохим. Он небольшой и для вас может подойти. Вот этот, ну вот этот я как бы с этим, но это уже что-то более, знаете, это уже более-менее что-то нормальное. Мне что-то нравится. Ну, что мне еще не нравится, вот например, нахрена здесь делать ручки. Вот эти. Здесь ручек не нужно, не должно быть. Ручки должны быть вот такие. Вот имеется в виду, чтобы... Ну, это уже как бы это минусы производителей, скажем так. Так что вы видели, да? Все видели, все рассказал. Вот это можно использовать. Берем, например, забрасываем багажник. Медагонка вот такого типа забрасывается на заднюю сидушку легко. Приезжаем, берем два корпуса, ставим его. Палатка ложится тоже недалеко. Накрывается, берется нож, аккумулятор и распечатывается в любой точке, где только можно содержать пчел. Так что это очень-таки удобно. И, ну, конечно же, при условии неоткачки большого количества меда. Потому что если откачивать большое количество меда... Да и для откачки большого количества меда, боже мой. На одного человека вы столько забрасывается, если правильно руки стоят, не нарежете за день. Мед слили и все. Так что эта вещь, в принципе, неплохая. Вот эта вещь будет поменьше, но тоже неплохо. Кстати, мы вот эту вещь будем разыгрывать в ближайшее время на конкурсе. Все, друзья. Немножко на эту тему поговорили. Нужно, чтобы поняли, как бы сказать. Нужно, чтобы было какое-то понятие этого всего. И в конце я хотел сказать, что, в принципе, можно попробовать что-то такое сделать с помощью ящиков. Есть, например, вот этот ящик поставить наверх или наоборот, поработать. Ну, там ящики продаются. Кто-то мне писал в эпицентре. Если у вас есть возможность, если у вас правильно руки стоят, можете попробовать. Можете покрутить, посверливать дырочки. И получается получить тот же самый ящик. Это я, чтобы в конце закончить. На следующий год, может быть, мы это попробуем проделать. И, может быть, можем показать. Потому что я посмотрел, такой ящик все-таки тоже стоит там 300 или 400 гривен. Два ящика – это сумма. Оно должно прийти и еще сверлить. Короче.